Сегодня в Чебоксарах стартовал ежегодный всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова. О фаворитах среди наших спортсменов Ольга Пырочкина. Всероссийский турнир проходит в Чебоксарах в 15-й раз. В этом году участвуют 130 спортсменов из 18 регионов. Традиционно сильнейшая в этом виде спорта команда Дагестана Республика Саха. Но и у Чуваши есть шансы на медали. Достаточно подготовленные спортсмены, как мастер спорта Самарин, Руслан, Федоров, Александр. Что мы надеемся на них, конечно, на ставку делом, что они пробьются в финал. Финал 18 декабря, а сегодня в предварительных схватках определяли его участников. Потенциальные фавориты оправдали свое звание на наших глазах. Александр Федоров, он в синем трико, легко побеждает соперников в категории до 65 килограммов. Я уже тренер обработал. Такой тренировочной практики у меня нет сейчас. Я больше уделяю время с детьми. А так сейчас, пока у нас в городе будут приходить трениры, мы будем бороться. И еще показывать ребятам молодым мастер-классам. На соседнем ковре в категории до 74 килограммов также в синем трико Руслан Самарин. Его называют топовым борцом республики. И его соперник из Мордовии быстро понимает, почему. Приехали хорошие борцы, соревнования с российским турниром. Вольная борьба – олимпийский вид спорта, а и по оценкам специалистов развивается в Чувашии приличными темпами. Как любая спортивная дисциплина, вольная борьба является мощным средством физического воспитания. Неким социальным лифтом формирования в развитии человека. Воспитание физических, волевых качеств. Тренеры говорят, чемпион – это 5% таланта, остальное – трудолюбие и дисциплина. Он начнешь пить, курить, начнешь проигрывать. Ведь другие тренируются, другие этого не делают. Победителям турнира присвоят звание мастер спорта России. Они войдут в сборные своих регионов для участия в других крупных соревнованиях. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.